Для калмыков тюльпан — это как символ весны, как символ надежды. Он помогает нам обрести любовь, веру и процветание. Солнце дарит нам не только жизнь, оно и делает нас счастливыми. Самое красивое явление, на мой взгляд, является восход и закат. И за 24 часа солнце дарит нам оба эти явления. Меня зовут Шаплакова Дмитрий, мне 33 года. Я выиграл более трех миллионов рублей в лотерее 12-24. Сейчас мы находимся на крыше Калмыцкого государственного университета, рядом с нашим солнечным телескопом. Я являюсь студентом первого курса магистратуры астрофизики. Я давно наблюдал за звездами, я давно наблюдал за солнцем. Выигрыш именно в эту лотерею 12-24 стал для меня символичным, потому что самой символике 12 я усмотрел определенную закономерность. В одной из наших региональных песен говорится о том, что Элиста – это жемчужина, жемчужина Калмыкии. Люди приезжают из других регионов посмотреть фестиваль тюльпанов, посмотреть о том, как они растут и цветут. Республика Калмыкия организовывает эти праздники, чтобы не только наши горожане, и не только горожане, но и из районов люди познакомились со своими корнями. Поездить на том же верблюде, в конце концов, пострелять из лука. Дима у нас такой был смышленый, шустрый. До восьмого класса плохо учился. А потом я смотрю, говорю, а я же был электриком. Вот, говорю, есть две работы. Есть умственные заработки, ну, преподаватель, ученые. Есть, говорю, физические – это вот будешь камни таскать, каменщик там, ну, туда-сюда. Нет, папа, я не буду электриком. А кем хочешь? Компьютерщиком. Молодец. Я являюсь и преподавателем робототехники, и учу маленьких школьников основам робототехники и информатики. Раньше, когда я только начинал заниматься робототехникой, мне казалось, что мы преподаем в основном направлении физики и азофизики. Я считал, что в основном это должна быть именно наука, чтобы дети, ну, пускай того же 12 лет, 11 лет, знали, что это. Потому что я видел определенные шаги в этом развитии непосредственно в Москве. Ну, это дало лично для меня этот толчок к тому, что, ну, почему наши дети, они тоже не хуже. Именно Калмыкия и именно города Элисты. День выигрыша был очень-очень-очень тяжелым. Я пришел домой после 12 часов ночи. Хотя наш рабочий день до 6 вечера. Так как я был уставший, у меня не было времени. Я занимался, кстати, лекциями для своих ребят. Там нужно было кое-что там исправить. Вот. Поэтому у меня получилось так. Половина работа, половина участия в лотерее. Хотя при этом я был уставший. Прям вот в первой же игре 12-24 сразу выиграл 60 рублей. Я подумал, ну, а что эти 60 рублей? Они что есть, что нет. Ну, и взял их, обратно закинул. Когда увидел я эсэмэску, вот, когда я понял цифру, я пришел домой и стали обсуждать с родителями дальнейшее, так сказать, судьбу. Часть выигрыша ушла на покупку автомобиля, в названии которого есть значение солнце. Другая часть выигрыша ушла на освоение и закладку фундамента для нового дома. Неожиданная удача, которая пришла в нашу семью, вот этот выигрыш, очень помог не только нашей семье, но и нашим близким.